Добрый день, дамы и господа. Сегодня у нас 5-й месяц, 12-е число, у многих уже 13-е число, у нас конец воскресенья. А у микрофона Леон Вайнстейн город Лос-Анджелес, Калифорния. Сегодня поговорим о том, как Белый дом и демократы, а евреи и демократы продают братьев за значительно меньше, чем 30 свежих. В среду президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил, что США останавливают поставку в Израиль определенных типов вооружения, наступательного вооружения, чтобы предотвратить потери среди гражданского населения в Газе, в Рафиихе. Мы не будем сейчас поставлять артиллерийские снаряды и ракеты, в том числе 1800 двухтонных бомб и 17250 килограммовых бомб. Это, значит, сказала Карин Дженгьер, которая пресс-секретарь Белого дома. Это она сообщила на брифинге. А Байден, как сказала она, обеспокоен смертностью гражданского населения Газы и поэтому, это уже теперь я говорю, развернулся на 180 градусов от безоговорочной, как он говорил, поддержки Израиля, до безоговорочной поддержки американских мусульман, требующих немедленного наказания Израиля за несимметричный ответ. То есть, Хамаз изнасиловал, разрезал, вспорол животы, бросил в печь от 1200 евреев, за что евреи в отвеску убили, как они говорят, 30 тысяч арабов. То есть, это совершенно непропорционально. Вообще-то, значит, меняя сержанта Гелада, если кто-то помнит эту ситуацию, на арабов, мусульмане установили цену за одного израильского, тогда он был сержантом в это время, тысяча пять жителей Газы и Западного берега. То есть, арабов, мусульман, называйте как угодно. Арабы предложили цену за Гелада тысяча пять арабов. Ну, давайте придерживаться их предложения, сказать, обмен произошел, поэтому как бы цена установлена. Исходя из этого, за 1200 человек убитых, значит, пытаемых, сожженных, изнасилованных евреи должны жечь, замучить, расстрелять, расчленить, разрезать, ну, не изнасиловать. Это, естественно, делать не будем. Разрубить 1200 умножить на 1500, это получается 1 миллион 206 тысяч, приблизительно, плюс-минус нескольких еще арабов. Включая детей, естественно, стариков, временных женщин, так сказать, ну, в том числе военнослужащих, потому что это вот те самые люди, которых убивали хамасовцы, арабы, которые захватили пару кибыцов, а там территорию на территории Израиля и начали там вырубать, кровью воросить землю, не оставить ни одного еврея, так сказать, выкинуть в море там и т.д. и т.п. То есть вычистить всю территорию от реки до моря, от реки Ордан до Средиземного моря и сделать ее полностью, то есть вот мусульманская, арабская, без всяких евреев. Вот. Но тут же мусульманские, значит, мусульмане, американские мусульмане заявили, что если Байден будет помогать Израилю, они не пойдут голосовать за демократов, и демократы тут же вспомнили, что лучше, значит, считаться не шпановью-бандитом, а антисемитом. И сообщили, что бросают, значит, евреев на ржавые гвозди, мол, так сказать, вообще мы никогда даже не представляли, что они, когда будут стрелять обратно по бандитам, будут еще убивать детей и женщин. Ну, кошмар просто, да. То есть это кошмар, господа, что умирают женщины, дети не повинны и прочее, и прочее. Не кошмар то, что из-за их спин стреляют арабы. Если ты не отвечаешь им огнем, то убьют твоих детей тебя. Если отвечаешь огнем, убьешь их и заодно еще тех за спинами, которых они прячутся. Натальяго записал видеообращение, сказав, не упомянув Джо, что когда дело касается национальной безопасности, Израиль справится с врагами и в одиночку. Не в первый раз, сказал он, и, наверное, и не в последний. И тут, значит, 24 демократа в Конгрессе написали письмо Джеку Салливану, это, ну, вы знаете, так сказать, помощник в национальной безопасности президента, требуя отменить запрет на поставки оружия братской стране. Тем, что вы делаете, вы помогаете Хамасу, Хизбалле, значит, Ходди и самому Ирану, который, собственно, всех экспонтировал, стрелять по израильтянам и по американцам в том числе, не боясь ответа. Это вот написали эти вот 24 демократа. Вы делаете переговоры о возврате заложников невозможными, вы потакаете тем, кто совершил кошмарные преступления против человечности, против евреев. Ну, самые большие злодеяния, как они написали, после Холокоста. Вы поддерживаете антисемитизм. Вот свои собственные демократы написали руководству своей партии. Президент Байден сказал 7 октября, что Хамас должен быть уничтожен. Израиль делает то, что сказал президент США. Если мы бросим в беде нашего самого лучшего партнера, самого близкого нам по духу партнера, мы совершим непоправимую ошибку, которая принесет проблемы самому США. И из-за этой ошибки, эта ошибка будет огражать нашей национальной безопасности. Конгрессмены-республиканцы во главе с таким Милсом подали заявление в Конгресс на импичмент Байдена в связи с предательством партнера США-Израиля. В ООН тем временем проголосовали, чтобы принять Палестину 194-м членом ООН. Хотя оно не государство Палестина. За проголосовали 143 члена. Против проголосовало США, Израиль, Аргентина и несколько мелких африканских стран. За принятие Палестины, нет такого государства еще один раз, то есть принимать некого на самом деле, голосовали Франция, голосовала Япония, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Испания. Высдержались. Слава Богу, на этот раз Украина воздержалась. Великобритания воздержалась, Финляндия, Германия, Грузия, Италия, Латвия, Литва, Швеция, Швейцария. Вот как все-таки поразительно повторяются в нашем веке события 20 века. Похоже, что в мире опять нарастает волна антисемитизма, которая всегда начинается не в пивных на самом деле, как нам говорили, а в университетах. Тем, кому дольше всех промывали мозги, они и есть те, кем легче всего управлять. Поэтому, посылая ребенка в университет, особенно Ivy League, вы практически вычеркиваете его из числа нормальных думающих людей. Он может быть специалистом, хорошим будет, но думать он никогда не сможет. Вагиноголовые студенты и выпускники европейских и американских университетов лидируют в иррациональной ненависти и тупости. Боже, спаси нас от образованных дураков, которых становится все больше и больше. Аминь. По другому поводу хочу еще раз обратиться с вопросом к моим слушателям и зрителям. Время от времени мне надо переводить в Россию оплаты за проданные работы российских художников. Моя компания работает с ними. Когда картины продаются, надо с ними расплачиваться, а туда посылать деньги очень сложно. Крипта нам по целому ряду причин не подходит. Если кому-то надо получать, скажем, по нескольку тысяч долларов в месяц в США или в любой стране мира, куда мы можем переводить деньги, а отдавать рублями там в России, дайте знать по имейлу в описании. Я туда его запишу. Заявление Байдена об остановке поставки оружия в Израиль произвело негативное впечатление на американских евреев. А выступая на дне памяти Холокоста, не больше, не меньше, как, Байден сообщил, что его поддержка Израилю остается железной. Но стрелять по Хамасу, который прячется в толпы гражданских лиц, и оттуда ведет огонь по Израилю, он не даст. Тут же Байден вспомнил, что университеты и улицы больших городов полны антисемитизма, но забыл сообщить, что вся эта мразь исходит из его собственной партии. Руководство партии молчит, как говорили в России, в Союзе когда-то, как рыба оболен. Пока еще сложно сказать, перейдут ли евреи в массе к Трампу, но энтузиазм к Байдену в еврейском населении Америки явно уменьшается. Я все равно подозреваю, что они помчатся голосовать, уговорив себя, что Трамп тоже плохой, и лучше будут они голосовать за уничтожение Израиля, и черт с ним, недопущение еврейских студентов в университеты, что-нибудь придумаем, поменяем фамилии, поменяем национальность, переделаем носы, что-нибудь такое придумаем, но голосовать будем за нашу партию. Ну, окей. А как когда-то говорили, когда Бог хочет кого-то наказать, то отнимает разум. И еще одну вещь, которую я уже говорил, но хочу повторить. Вот когда, ну все, так сказать, Пасху там кто-то всерьез справляет, кто-то просто упоминает об этом, кто-то там рассказывает детям кусок сказки, я хочу сказать, что из Египта вышли не все евреи, которые там были. Вышла хамишия в переводе на русский язык, пятая часть. Ну да, 20%, если по-умному, да, 80% остались в рабстве. 80% остались в рабстве. Потому что, а Бог его знает, что там по дороге произойдет, а нас нагонят, а нас казнят, а мы не найдем это место, куда собирались, а Бог не настоящий, а Мозес, значит, Моисей, он как-то мне не нравится, какой-то посох у него кривой, ну и тому подобное. 80% остались там. 20% ушли. На этом закончим. До свидания, до следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова